Всем привет! Меня зовут Ангелина и сегодня вместе с вами я раскрою эту огромную посылку сайта Asos. Это моя первая такая крупная большая посылка. Первый раз я заказала себе кожаный ремень, но его я заказывала вместе со своим другом в общую посылку, чтобы у нас получилась бесплатная доставка, а в этот раз я набрала аж на 3680 рублей, и при этом здесь лежат 4 пары обуви, 1 майка и футболка. 4 пары обуви, футболка, майка и за 3680 рублей. Это очень бюджетно. Обычно на сайте Asos все дорого, поэтому я там никогда ничего не заказываю. А на этот раз была такая большая распродажа, скидка там была до 80%, плюс у меня еще была скидка 20% на первый заказ, и поэтому у меня получилось все настолько дешево. Ну и так как мой канал все же про секонд-хенды, то эту обувь и эти вещи я буду сочетать с моими находками из секонд-хенда. Так что этот обзор получится просто супер-супер бюджетным, и если вы любите смотреть такие видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал и обязательно поддержите, чтобы я, возможно, еще заказала что-то с Asos и сняла такой обзор. Ну так что давайте уже скорее приступим к нашей посылке. Скажу сразу, пока я ее не сла с почты, у меня раскрылся пакет, если что, я не специально. И я уже в голове подобрала образы, да, с чем буду сочетать эту обувь, с какой вещью. Поэтому пока я не знаю, как это будет смотреться в целом, поэтому если что, уж сильно меня не ругайте за плохие образы. Ну все, давайте приступим к посылке. Итак, первое, что я вижу, это пакет с обувью. Очень странно, что она не в коробке, и когда я ее несла, я тоже чувствовала подошву. Я подумала, что какой-то ботинок вылетел из коробки, но нет, они упаковали ее просто в пакет. Давайте же посмотрим, что тут внутри. Итак, первая пара обуви, это черные классические ботинки. Они тканевые, пахнут, ну, как обычно, новая обувь. Странно. Они выглядят как носок, чулок. Я, честно, этого не видела на фотках. Мне казалось, что там обычный язычок, но она как резинка идет. Так. В принципе, я смотрю, мне кажется, что это мой размер. Это 36-й. Выглядит очень качественно. Подошва хорошая. Нигде нет клея. И самое интересное, что они стоили на сайте 750 рублей. Но так как у меня была еще скидка 20%, они мне обошлись в 600 рублей. Вы представляете? Такие супер качественные ботинки за 600 рублей. Я очень надеюсь, что они не подойдут. И эти черные классические ботинки я решила показать вам вместе с этим огромным худи. Это размер примерно 2XL. Унисекс. Бренд Чемпион. Мне кажется, будет смотреться вообще очень классно. Это худи я нашла в секонд-хенде. Скидку, по-моему, 10%. И обошлось оно мне примерно в 700 рублей. Оно очень длинное. Поэтому я надену его как платье. Первым делом я хочу вам рассказать такую интересную особенность этого худи. У него двойной необычный капюшон. А также, как я уже сказала ранее, это худи унисекс. Оно подойдет как для девушек, так и для парней. Ну а теперь расскажу непосредственно про ботинки. Они мне оказались прям впритык-впритык. Если честно, я не разобралась, маленькие они мне или нет. Но если вы решите взять такие же ботинки, то я хочу вам порекомендовать взять все же на размер больше, так как, скорее всего, они все же маломерят. И так, мне уже не терпится приступить к следующей паре обуви. Эта коробка также лежала на поверхности. По этой коробке непонятно, что лежит внутри. Потому что она совершенно обычная, без какого-либо бренда. А вот, тут есть наклеечка, что это обувь от Pull&Bear. От Pull&Bear я заказывала сандалии. Это та обувь, из-за которой вообще сложилась вся моя посылка. Потому что у меня не было хороших летних сандалей. Ооо, я опять очень рада этой обуви. Конечно, здесь уже виднеется клей. И тут какая-то даже протертость есть. Вот эта протертость. Но в целом, все равно я вижу, что они, скорее всего, мне подойдут по размеру. Это также 36-й размер. Их уже, к сожалению, в наличии нет. Я недавно заходила, смотрела. В целом, они мне очень нравятся. И я буду надеяться, что они хорошо сядут на мне. Даже несмотря на эти незначительные дефекты. Вот так они выглядят. И эти сандалии я решила показать вам с очень необычным костюмом. Этот костюм состоит из такой рубашки, блузки и широких брюк. Этот костюм выполнен в китайском традиционном стиле. Возможно, он прямиком приехал в Китай. И он прямиком приехал в секонд-хенд из Китая. Есть тут одна бирка, указанная на Silk Fashion. Но я, честно, не уверена, натурально здесь шелк или нет. Но ткань, она просто невероятной красоты. Я обязательно вам сниму поближе. Это настоящее произведение искусства. Этот костюм невелик. Поэтому я его, скорее всего, выставлю в свой инстаграм-магазин. Но он просто бесподобен. И мне кажется, что сандалия будут смотреться интересно с этим костюмом. Этот костюм хоть мне и велик, но брюки у него прям мне по длине подошли идеально. Так как все-таки девушки в Китае, как мне кажется, они более маленького роста. И я по росту для этих брюк подошла просто идеально. У меня 157 сантиметров. И эти сандалии вместе с этими брюками смотрятся, как на мой вкус, просто восхитительно. Сандалии мне подошли идеально. Это точно мой размер. Мне не нужно ни больше, ни меньше. Я прям угадала. Но вот где идет переплетение двух лямок, мне все же там немножечко свободно. Там много пустого пространства. Но, как мне кажется, это даже хорошо. Эти ремешки не будут стеснять моих движений при ходьбе. Также из особенностей этих сандалий хочу отметить твердую подошву. Поэтому поначалу мне было некомфортно не ходить, так как они вообще не сгибаются. Мне так нравится пока та обувь, которую я достала и вам уже показала. Сама немного оценила. У меня еще осталась майка и футболка. И поэтому я думаю сделать такую передышку от обуви и посмотреть на уже вещи. Так, достаю базовую майку. Это бренд Asos Design. И это обычная классическая майка. Она без рукавов. Это идеальная майка на жару. Выполнена она, по-моему, из вискозы. Взяла я самый маленький размер, так как я супер маленькая. И мне кажется, что он мне подойдет идеально. Тут 94% вискоза и 6% эластана. И обошлась мне майка в 232 рубля. Мне кажется, отличная цена за базовую, хорошую, качественную майку. И эту майку я хочу вам показать вместе с брюками в клетку. Их я нашла, вы, наверное, даже не поверите, всего лишь за 100 рублей. Они идеально посели мне на талию, на мои бедра. Конечно, они были слегка широковаты к низу, но я их ушила. И смотрятся они как мам-джинсы. Их я ношу также очень часто. Мне они очень нравятся. И с этой майкой будет отлично смотреться. В целом, эта майка неплохая за свои деньги, но у нее оказалась слишком глубокая пройма, из-за чего выглядывает нижнее белье. Попробовала я надеть его без лифчика, но все же он прозрачный, и поэтому чувствуешь себя некомфортно в нем. Поэтому, возможно, эта майка мне просто оказалась большой. Итак, теперь я достану следующую вещь. Это футболка мужская в размере 2ХС. Поэтому, мне кажется, она должна хорошо сесть на меня, так как она будет как раз слегка оверсайз, то, что сейчас нужно. Бренд это Топмен. И покажу я вам с этими черными джинсами, так как я не придумала, с какой вещью и секонд-хендом мне их сочетать. И эта футболка самая дешевая из всей моей посылки. Стоила она 152 рубля. И этой футболки уже, кстати, нет в наличии. Классная, качественная футболка. Видно она из такого плотного хлопка, не самого дешевого. Поэтому, думаю, она мне прослужит даже несколько лет. А эта футболка села именно так, как я хотела. Она выглядит слегка оверсайз. У нее правильная длина рукава. Ну, просто идеальная футболка на все случаи жизни. И мы с вами переходим уже к следующим коробкам сока. Это коробка от Asos. И тут у нас лежат ботильоны-чулки. Давно я хотела себе такие ботильоны, чтобы они красиво облегали на моей щиколотке. Здесь такой необычный каблук. По-моему, на фотке тоже он не казался таким супер необычным. Я специально хотела взять себе такие ботильоны именно на устойчивом каблуке. Потому что шпильки, тонкие каблуки, это вообще неудобно. А я хотела именно ботильоны такие на каждый день. Еще одна интересность. То, что они немного с квадратным мысом. Мне казалось, что они обычные, овальные. Они квадратные. Так, клея не видно прошито. Все тут очень качественно и хорошо. Сейчас я достану вторую. Да, выглядит очень качественно. И они мне также обошлись в очень смешные деньги. Всего лишь 872 рубля. Но я посмотрела на сайте. Они уже стали стоить дороже на 400 рублей. Не знаю, с чем это связано. Но теперь я, конечно же, вам оставлю ссылку. Но они там будут дороже. И, конечно же, такие классные супер жертвы на ботильоны. Я покажу вам вместе с платьем. Это платье купила я на скидке 90%. Наверное, примерно за рублей 50. Бренд Mango, размер XS. Изначально у этого платья были длинные рукава. Я их немного укоротила. И, как мне кажется, что это платье также каком-то немного отдает азиатским стилям. Возможно, также китайским. Сразу расскажу про недостатки этих ботильонов. Во-первых, они очень-очень узкие. Протиснуться в этот ботильон сможет только супер узкая нога. Во-вторых, они, видимо, немного маломерят. Потому что уж очень они давят со всех сторон. Возможно, это специально так сделано. Потому что резинка, скорее всего, растянется со временем. Но сейчас в них находиться крайне некомфортно. Итак, в этом пакете у меня осталась всего лишь одна пара обувь. Последняя. И я знаю, что там за обувь. Поэтому мне не терпится скорее посмотреть. О, смотрите, тут какая-то странная коробка отклеенная. Возможно, при транспортировке она так повредилась. Бренд указан RAID. И, ребята, это Батфорты. Тут супер огромный устойчивый каблук. Также есть небольшая платформа. Немножко не с квадратным таким носиком. Не совсем круглым. Я очень надеюсь, что они хорошо сядут на мне. Это, конечно, не совсем базовая обувь. Она такая более нарядная, более праздничная. У меня очень худые ноги. Поэтому я буду надеяться, что они не будут с меня слетать. Но я купила именно тканевые. С расчетом на то, что я могу их просто, если что, ушить. Мне кажется, это возможно сделать на любой швейной машинке. Так как тут обычно такая замша. Ткань тут не толстая. Такая, в принципе, легкая даже, можно сказать. Опять же, выполнена. Они очень качественные. Нет никаких следов клея. Это также 36 размер. Так, сейчас посмотрю вторую пару. И вторая выглядит точно так же. Так же тут хорошо ходит замок. Выглядят они, конечно, бесподобно. Хотела себе ботфорты. Все никак не могла их найти. И было все как-то слишком дорого. И эти ботфорты также мне обошлись, как и ботильоны, за 872 рубля. Честно скажу, что в секонд-хенде я не люблю покупать обувь, так как она там все равно какая-то слишком дорогая. И я понимаю, что на скидках, вот как сейчас, я могу найти новую и точно актуальную форму обувь. И эти ботфорты я покажу вам вместе с этим пуловером от Uniqlo. У него немножко расклешенные рукава. Также здесь в составе есть 50% шерсти. Размер XS. И вместе с этим пуловером примерю я юбку-шорты. Они уже из 100% шерсти. Конечно, это совсем не летний образ. Но и ботфорты как бы носить летом никто, наверное, не будет и не собирается. Поэтому такой вопрос у меня получился теплым. Эту вещь, юбку-шорты, я купила, по-моему, за 70 рублей. А пловер, наверное, за рублей 50. Эти ботфорты принесли мне только положительные эмоции. Они идеально смотрятся на моей ноге. Также они просто идеально подошли мне по размеру. Они мне не давят. Очень легкие, несмотря на такой массивный каблук. Но меня немного смущает их высота. Здесь на видео я их немножко подвернула. Вначале же показала их в полную длину. Так что перемотайте, пожалуйста, посмотрите и подскажите, стоит ли мне их немножко укорачивать или нет. И как я уже сказала, эти ботфорты идут размер в размер. Так что смело берите свой размер, который носите. Итак, я уже распаковала всю посылку. Надеюсь, что это видео вам понравится. Я буду ждать обратных связей в комментариях. Напишите, какая пара вам понравилась больше всего. Либо же, какая одежда из секонд-хенда вам понравилась. Хочу сказать, что у меня есть свой собственный инстаграм-магазин, где я перепродаю вещи, уникальные находки из секонд-хенда. И в этом инстаграм-магазине уже точно есть вот это худи от бренда Champion. И также, скорее всего, скоро появится этот костюм. Так что обязательно подписывайтесь. На этом все. Мое видео подошло к концу. Я супер довольна всеми моими покупками из сайта Essos. К сожалению, та большая распродажа там уже закончилась. Но то, что осталось, ссылки я вам оставлю. Обязательно поставьте большие пальчики вверх. Под этим видео мне будет очень-очень приятно. И пришло время прощаться. Я, как всегда, хочу пожелать вам хорошего настроения, удачных покупок и всем пока!